Более 30 жилых домов с сотнями квартир могут появиться на улице Тудора-Владимиреску в городе Дурлеште, если будет одобрена поправка в зональном градостроительном плане. Хотя некоторые местные советники пригорода выступают против, суд столичного сектора Рыжкановка обязал их одобрить соответствующее решение. Однако вице-мэр Дурлешть утверждает, что ситуация не вышла из-под контроля и что народные избранники могут выступить с поправками. Около 30 высоток, это примерно 1000 квартир, планируют построить на улице Тудора-Владимиреску в городе Дурлеште, в зоне, которая граничит с Кишиневом. История началась два года назад, когда местный совет получил проект по изменению зональных градостроительных планов специально для этого пространства. Тогда местные депутаты не пришли к единому мнению, а экономический агент, который хочет построить жилой квартал, подал в суд. Служители Фемиды вынесли решение в пользу стройфирмы и обязали местных советников из Дурлеште сдать соответствующий указ. Однако многие советники выступают против этой идеи. У нас есть улицы Тудора-Владимиреску и переулок Святого Георгия. Здесь есть дороги, подъездные пути к многоквартирным домам, которые проходят через домохозяйство людей, где они живут годами. Здесь живут пенсионеры. Если этот зональный градостроительный план будет принят в таком виде, ни один из собственников этих домов и участков не сможет получить какое-либо разрешение на ремонт, реконструкцию или ремонт дома. После нового регламента эта территория будет чем-то вроде зеленой зоны. Никто толком не объясняет ни в этом ЗГП, ни в какой любой другой форме, какую компенсацию получат эти люди. Как будет обеспечиваться зона охраны речки? Еще один аргумент советников, выступающих против строительства нового квартала, заключается в том, что улица Тудор-Владимиреску, на которой должны быть расположены жилые дома, является главной дорогой, соединяющей Дурлешты и Кишнев. В часы пика она по-прежнему перегружена, но с появлением новостроек, а значит и жильцов, дорожные заторы усилятся. В этой зоне нет ни детского сада, ни школы, нет парка, то есть абсолютно ничего не предусмотрено. Думать об этом тоже было бы хорошо. Даже сегодня утром там была целая катастрофа, пробки, ни пройти, ни проехать. Это инфраструктурная бомба. Сам проект предусматривает серьезные отклонения от самых элементарных строительных норм, например, расстояние от русла реки. В местной мэрии, между тем, утверждают, что не настаивают на строительстве кварталов, тем более, что в первичном документе указано 17 домов вместо 30. Впрочем, здесь винят местных советников в том, что они не приняли решение в 2021 году. И по этой причине дело дошло до суда. Мы спросим совет. В случае принятия им решения по этому поводу, будем просить экономического агента пересмотреть представленный план. За счет возможного снижения этажности, за счет обеспечения инфраструктуры, за счет парковок и зеленых насаждений. Установление уровней 10 и 11 или количества домов не означает, что они будут построены. Исполнительная власть уже решает давать или не давать разрешение. Дело сейчас находится в апелляционной палате Кишинева, которая должна по нему высказаться. В стройфирме, куда мы обратились за комментарием, нам не ответили. Продолжение следует...